Наши в Польше! Очень сложно. Я сама медработник, и мне очень сложно выучить язык, именно медицинский. Как они там живут, где работают и какую получают помощь? Можно как-то жить. Здесь продукты и бытовая химия. Мы выяснили, что изменилось для украинских беженцев с начала войны, и какие еще подарки им готовят поляки. Мы запустили систему карточек. Гданск помогает Украине. А также наш эксклюзив с мэром Варшавы, городом, который принял рекордное количество украинцев. Более 40% беженцев уже нашли работу. За 5,5 месяцев войны в Украине наши соотечественники в Польше стали уже практически своими, получая во многом помощь наравне с местными жителями, начиная от бесплатной медицины, заканчивая денежными компенсациями. Но все же в сравнении с поддержкой, которую украинцы получали в первые месяцы войны, и сегодня разница есть. В самом начале, когда у всех был шок, как и украинской стороны, так и у польской, была огромная помощь. Со временем, естественно, все-таки уже полгода практически прошло, помощь реорганизовалась, скажем так. Но она существует, и ее можно получать. Итак, на какую же помощь украинские переселенцы могут рассчитывать сегодня? Говоря конкретно о деньгах, каждый украинец, который пересек границу Польши после 24 февраля, до сих пор может получить единоразовую компенсацию в размере 300 злотых, а также ежемесячно получать по 500 злотых на каждого ребенка в семье. Еще 300 вам могут выплатить, если ребенок ученик, на школьную канцелярию. Это ввели с момента начала боевых действий на Украине, и это касается только исключительно беженцев, которые пересекли границу после 24 февраля и получили песель, идентификационный код Польши со специальной пометкой УКР. Кроме того, во всех больших польских городах все еще действуют так называемые пункты помощи, в которых украинцам прямо в руки выдают продукты питания и бытовую химию. Мы отправились в один из них, чтобы собственными глазами посмотреть, что там происходит. Это один из центральных стадионов польского города Гданск, где уже несколько месяцев украинцы получают бесплатную гуманитарную помощь. Очевидцы говорят, что еще месяц назад очереди с украинскими переселенцами стояли здесь почти круглосуточно. Сейчас данный пункт помощи работает всего два раза в неделю. Продукты и вещи людям выдают по специальным карточкам. Мы запустили систему карточек «Гданск помогает Украине». То есть каждый человек, который пользуется помощью города, имеет спецкарту, которая показывает, какую помощь он может получить. Также с помощью этих карточек мы регулируем ситуацию и контролируем, чтобы помощь получали действительно те, кто в ней больше всего нуждается. Процедура простая. С самого утра люди становятся в живую очередь и перед входом в палатку показывают свои карточки. Далее отдают сумку волонтерам и те накладывают в нее продукты помощи. Волонтер Светлана проводит меня на склад, где происходит весь процесс. Надежда приехала в Гданск из Днепра. Вместе с двумя детьми приходит за помощью раз в неделю. И так уже четыре месяца. Нет, ни за что не берут деньги. Хорошие наборы. Как раз хватает на неделю. Спасибо большое. Сегодня и водичка как раз жаркий день, и молочко есть, и сок для деток есть, булочки. Можно даже сейчас перекусить. И моющие средства тоже всегда пригодятся. Наверное, буква. Несмотря на то, что подарочные комплекты приличные и увесистые, очередь за ними с каждым днем все меньше, рассказывает Надежда. Возможно, потому что людям, которые уже устроились на работу, не так просто вырваться сюда посреди рабочего дня и несколько часов стоять в очереди. Я тяжело, потому что мне надо малышку в садик, тогда я смогу на работу уходить. А так у меня многие знакомые находили работу и через моих друзей новых больше. То, что сегодня в Гданске все меньше людей, которые нуждаются в первой базовой вещевой и продовольственной помощи, подтверждают и сами поляки. Из того, что я вижу, украинские беженцы больше не нуждаются в одежде, в колясках для детей, памперсах. Актуальным остается спрос на бытовую химию и еду. А также на жилье, с которым в Польше реальная проблема. Особенно для тех, кто приехал недавно. Мы из Новомосковска, Днепропетровской области, здесь третью неделю. Очень часто не хотят брать на квартиры с детьми, потому что дети ломают и сносят на своем пути все. Хотя в самом начале войны поляки без всяких предубеждений брали украинцев к себе домой. В доме три этажа. На верхнем живут поляки, на втором родители этой польской семьи, а на первом три семьи украинцев. Правда, те, кто давал приют украинским беженцам, мог рассчитывать на небольшую компенсацию от государства. 40 злотых в сутки за каждого живущего в доме украинца, то есть 300 гривен. Но с июля месяца Польша эти выплаты приостановила. Мол, украинцы уже освоились и могут позаботиться о себе сами. С начала войны 5,5 тысяч беженцев нашли работу в Гданске благодаря поддержке городской службы занятости. Вице-президент Гданского благотворительного фонда Добрава Можинская рассказывает, что ее организация предоставила временное жилье нескольким тысячам украинских переселенцев, а также запустила проект «Гданск помогает Украине», собрав почти 3,5 миллиона злотых. Но возможности фонда не безграничны, деньги быстро расходятся. Нужно понимать, что многие польские семьи, которые здесь жили задолго до войны, также имеют проблемы с жильем. Польша еще не такая страна, в которой каждый может себе позволить купить квартиру. Жилищные проблемы в стране до сих пор актуальны как для поляков, так и для украинцев. Поэтому нам надо очень мудро подойти к этому вопросу. То есть украинцев фактически стимулируют искать работу. Война в Украине затягивается, а польский бюджет не резиновый. Для этого Польша максимально упростила процесс трудоустройства и правила проживания в стране. Если раньше, чтобы устроиться на работу, требовалась куча документов, рабочая виза, приглашение от работодателей, то теперь достаточно лишь украинского паспорта. Первое, когда ты приезжаешь в Польшу, ты имеешь право получить ПЭС. Это документ, который дает тебе возможность находиться в Польше, искать работу официально. Как человек, который не понимает языка, есть возможность найти на сегодняшний день бесплатные курсы, которые тебе дадут старт, как минимум. Пока, насколько я знаю, также предоставляется еще и проживание. Это хостелы, но тем не менее на улице никто не остается. Впрочем, учитывая статистику украинских беженцев, которые уже трудоустроились, наши соотечественники не очень-то и рассчитывают сидеть на одной лишь соцпомощи. Ситуация все же показывает силу наших украинских друзей. Почти 40% беженцев нашли себе работу, что меня лично очень радует. Мэр города Варшава, которая приняла самое большое количество военных беженцев из Украины, более 350 тысяч, в эксклюзиве для «Факта в неделе» заявил, что украинцы поразили его своей настойчивостью и решительностью в поисках работы. В основном украинские беженцы не хотят пассивно сидеть на социальных выплатах. Люди сами говорят, что хотят быть независимыми, хотят сами работать и зарабатывать на свой быт, полноценную жизнь. И это тоже говорит о их силе и решительности. А мы, конечно, помогаем чем только можем. Если взять образование, то больше 20 тысяч украинских детей пошли в варшавские школы и садики. Если говорить о еще большей помощи в трудоустройстве, то здесь нужна поддержка правительства на самом высоком уровне. И такая картина не только в польской столице, а по всей стране. На Поморье 50% тех, кто физически может работать, уже работают. То есть половина трудоспособных беженцев, приехавших в Данск, с начала войны уже трудоустроились. Мы работаем над тем, чтобы люди имели максимальный доступ к рынку труда. Для украинцев он открыт, как для поляков. Я призываю всех этим пользоваться и стараться помогать себе самостоятельно. И не ждать помощи со стороны. Алена из Киева – одна из тех, кому уже удалось найти работу в социальной службе. Правда, женщина в юности уже жила в Польше и немного знала польский язык. Есть сайты, где фильтруешь работу для украинцев с флажком украинским. И опять-таки, работа для украинцев со знанием языка, без знания языка. Работы, конечно же, разные. Это может быть как физический, так и умственный труд. Понятно, что работая в Украине в офисе, никто не гарантирует, что человек найдет здесь в офисе. Особенно, если нет знания языка. Но любую работу для того, чтобы хотя бы продержаться какое-то время, найти можно. В то же время, сами поляки говорят, что свободные вакансии у них преимущественно в сфере обслуживания. Работниц ищут в гостиницах, ресторанах и кафе. А без опыта и знания языка – это работа горничной и помощницы на кухне. Конечно, самая доступная работа в Польше – физическая, где нужно больше работать руками, а не головой. Поэтому, если кому-то действительно очень нужны деньги, я прошу не обижаться, а понимать всю тяжесть момента, что часто нужно снизить свои профессиональные ожидания и браться за то, что есть. Самая сложная ситуация у женщин с маленькими детьми и пенсионеров. Очень сложно найти работу. Работать по 14-15 часов женщинам с детьми вообще нереально. Чтобы поддержать Украину, к польской власти разрешили их детям идти в местные школы и сады. А тех, у кого материальная ситуация совсем сложная, даже обеспечивают в учебных заведениях бесплатными обедами. Украинских детей и молодежи, зарегистрированных в системе образования Польши, сегодня просто рекордное количество. И с начала сентября может быть еще больше. По нашим расчетам, это будет более полумиллиона школьников из Украины. Работаем над тем, чтобы им помочь. Прежде всего, дать доступ ко всем учебным материалам, которые благодаря поддержке с ЮНИСЕФ уже есть на украинском языке. По подсчетам польского государственного аналитического центра, расходы граждан и властей Польши на беженцев из Украины уже превысили 5,5 миллиардов долларов. Тем не менее, поляки не планируют останавливаться и отказываться от поддержки. Кроме помощи финансовой, жилищной и военной, поляки оказывают украинцам еще и моральную поддержку. Свою солидарность с Украиной показывают тем, что даже переименовывают улицы. Так, в Гдыне теперь есть площадь Свободной Украины, в Кракове улица Защитников Украины, а в Гданске недавно появился вот этот сквер героического Мариуполя. Валерия Черненко, ICTV, специально для телемарафона Freedom на канале UA.